Магнитогорский школьник собрал ручной комплекс противодействия беспилотникам. Автор работы девятиклассник Ильфат Тучибаев. Юный изобретатель представил свой проект на всероссийском конкурсе в Сочи и занял третье место. С юным инженером познакомилась наша съемочная группа. Это противодронное ружье. Здесь есть три антенны. У каждой антенны есть своя частота. Ильфат Тучибаев показывает ручной комплекс противодействия беспилотным летательным аппаратам. Устройство он собрал вместе с наставниками из IT-клуба Центра цифрового образования детей, в котором школьник изучает программирование. Когда включаем, то включаются одновременно две антенны. Антенна, которая глушит видеосигнал, который передается с коптера, и две антенны на управление. Одна антенна идет на управление через GPS, то есть автономные полеты, другая антенна идет на управление с пульта. По словам педагога, устройство имеет небольшой вес, но главное, оно надежное. Все благодаря используемым материалам. Да и стоимость такого комплекса в разы дешевле зарубежных аналогов. Ручной комплекс прошел полевые испытания и вполне может найти себе практическое применение. Я уже сказала, что тут металлический корпус, то есть тут нечему сломаться. То есть пассивная система охлаждения, Ильфат сказала уже. То есть у аналогов, у зарубежных идет активная система охлаждения, то есть это вентиляторы, которые, естественно, более сложны в работе в плане, что они могут забиться, может не хватить питания. Пассивная система охлаждения работает и будет работать всегда, потому что тут нечему ломаться в принципе. Свою работу Ильфат Тучибаев представил на всероссийском конкурсе в Сочи. В номинации «Юный изобретатель» он занял третье место. Ильфат учится в 56-й школе. Там появился интерес к техническим наукам, говорит девятиклассник. С четвертого класса у нас открыли в школе кружок по робототехнике. Там мы делали роботов на основе Ардуино. Потом я ходила сначала туда, открыли Кванториум. Я пришел в хай-тек, в Кванториум. Потом открыли IT-куб. И в IT-кубе уже я здесь занимался программированием. И мне предложили вот такой проект. Также Ильфат увлекается театральным творчеством и спортом. Играет в футбол, настольный теннис и хоккей. А вот с будущей профессией «Юный изобретатель» пока не определился. Время покажет, говорит школьник. Юлия Черешнева, Ольга Аникина, Александр Макаров, телекомпания ТВИН.